Осенняя пассивная кампания идет полным ходом. Глава района Адам Джерим посетил поля, чтобы лично в этом убедиться. В первую очередь районы руководитель проверил, как ведутся работы на землях ООО «Восход». Основное направление деятельности здесь – выращивание зерновых, колоссовых и пропашно-технических культур. Площадь пашин – 3,5 тысячи гектаров. Следующим пунктом рабочей поездки стала ООО «Агрофирма Кубань». Это крупное предприятие с общей площадью пашни около 10,5 тысяч гектаров. Урожайность риса составляет свыше 67,5 центера с гектара. Бассеяно у нас 2900 гектар, риса осталось. Уборки у нас 300 гектар. Уборка сейчас производится напрямую, потому что погодные условия уже не позволяют нам косить. Уборка тяжело дается, октябрь месяц все-таки. А так, в целом, урожай в этом году неплохой. В рамках объезда Адам Жерим посетил крестьянско-фермерское хозяйство Карена Худовердяна. Основное направление КФХ – цветоводство и садоводство. Теплицы расположены на хуторе Новоивановском львовского сельского поселения. Всего под урожай 2020 года планируется посеять около 20 тысяч гектаров озимых колоссовых культур. Все работы выполняются согласно установленным срокам. В объективе «Земля и люди». Краевая передвижная фотовыставка с одноименным названием представила свою экспозицию в музее Станицы Северской. Здесь можно увидеть работы самых разных жанров и техник исполнения. Черно-белые, цветные, постановочные и совершенно случайные кадры ждут своего зрителя. Нам оказана честь в юбилейный год для нашего района принимать краевую фотовыставку. Сегодня уже прозвучала мысль о том, что ежегодно шурица география и персональный состав участников. Самое главное, что на этих фотографиях мы видим всех тех ребят, их родителей, близких, которые живут рядом с нами. И ничто не мешает каждому из нас пополнять ряды тех, кто с удовольствием принимает участие в этом замечательном краевом конкурсе. У каждого фотографа особое понимание любимого дела. Для кого-то фотография – это хобби, а для кого-то профессия. Авторы порой не считают себя профессионалами, но любительскими работы на выставке точно назвать нельзя. Ведь каждый творческий человек видит окружающий мир по-своему. Ничего особого, просто на 85-й объектив я фотографировала, он хорошо замаливает задний фон, и я люблю закатный свет очень, это красиво смотрится. Ну и контровой свет здесь красивый. Находиться в музее снимки будут до 31 октября. Первыми экспозиции увидели студенты Краснодарского краевого колледжа культуры. Фотографы подробно рассказывают о жизни своих земляков, пожилые и совсем юные лица. Молодость и опыт объединяет рамка кадра. Мне понравилось, что на данной выставке встретилось очень много разных жанров фотографий. Можно здесь встретить и репортажные кадры, также черно-белые фотографии очень сильные. И в них передается не только атмосфера, но и эмоции самого фотографа, который передает то, о чем он думал во время съемки. Подобные передвижные выставки проводятся ежегодно. Появляются новые снимки, а вместе с ними и новые имена. При желании каждый фотограф Краснодарского края может принять участие в этом мероприятии, пусть даже с одним единственным снимком, на котором земля и люди. Сохранение народной культуры – одна из приоритетных задач нашего региона. Воспитание подрастающего поколения в казачьих традициях начинается с самого раннего детства. Кубанская ярмарка для самых маленьких прошла в Центре развития ребенка Станицы Северской. В нашем Центре развития ребенка в детском саду традиция давняя – проводить кубанскую ярмарку в целях воспитания нравственного воспитания детей. Мы проводим выставку «Осенние фантазии» и, конечно, участие родителей не только в выставке, но и в кубанской ярмарке, где дети приобщаются к народным истокам, учим слова, какие кубанские забытые, какие традиции забытые. Такая ярмарка – это целое театрализованное представление. Песни, танцы, поэтические инсценировки – все в кубанском стиле. Подобные мероприятия проводятся в Центре регулярно и уже успели стать хорошей традицией. Сейчас уже родители, наши воспитанники ведут к нам детей, они помнят, как проходили ярмарки, они проходят по-разному, разные сюрпризные моменты используем. У нас приходит и медведь, допустим, с поводырем. Сегодня была вот корова кубанская с молоком. Ну, разные задумки, разные сценарии у нас. И поэтому, я думаю, что детям всегда весело, интересно. Финал праздника – сладкий стол для воспитанников Центра. В качестве угощения – фрукты, осеннего урожая и свежайшая выпечка. Вкусно, полезно и по-кубански. Андрей Котовский, Руслан Лов, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Краевые соревнования по спортивной акробатике памяти Светланы Кушу прошли в городе Краснодаре. Сборную Северского района представили 29 спортсменов, включая мастеров спорта. В соревнованиях принимали участие 274 спортсмена Краснодарского края. По итогам состязаний Северский район оказался в числе лидеров. Женские группы по второму спортивному разряду представляли спортсмены Семизельникова Дария, Садовничья Алена, Омельченко Юлия – 1 место, Людская Анна, Микова Анастасия, Данилова Анастасия – 2 место. Мужская группа по второму спортивному разряду – Гамахария Давид, Косиненко Михаил, Лазарев Сергей, Сафошин Дмитрий – 2 место. Первый спортивный разряд – женская группа. Горохва Екатерина, Писклова Анастасия, Волонтерец Анна – 2 место. Кандидаты в мастера спорта – Лемеш Альбина, Зинкевич Александра, Гомон Алина – третье место. Программа мастеров спорта – женская группа. Горохова Анастасия, Кузина Анна, Мненко Виктория – второе место. Мужская группа – Рис Виктор, Кузин Илья, Кравцов Дмитрий, Абдулхай Тигран – второе место. Женская группа – Плакатина София, Сафонова Карина, Нарсия Нино. Сборную Северского района тренирует Диана Горохова, Николай Клинченков, Юлия Никитина. Так забавно просятся на руки питомцы иркутского мини-зоопарка «Енот-мошка» и «Щенок-брошка». Они, словно два брата-близнеца, вовсю стараются копировать друг друга. И, похоже, им не в домёк, что природа создала их разными. Для них главное – не расставаться ни на минуту. Не просто отлично друг с другом выживаются, они друг друга дополняют, ещё и изучают какие-то, перенимают друг у друга какие-то поведенческие повадки. Собака, допустим, у нас уже научилась лазать по человеку, да. Ну вот енот, енот, пожалуй, в плане обучения он побеждает собаку. Енот и собака оказались вместе не случайно. Мошку привезли из другого зоопарка. Его мама не могла выкормить пятерых детёнышей, но еноту было не с кем играть. Тогда к нему подселили брошку – щенка породы пти-брабансон. Выбор пал на собаку, а не на кошку, потому что так безопаснее для здоровья енота. До встречи с новым другом мошка умел только сосать молоко из бутылочки. Щенок научил его есть из миски. Ну а брошка, то ли исходя из дружеских чувств, то ли из зависти, осваивает непривычный рацион. Еноту даются, помимо собачьего корма, ему даются фрукты, то есть необходимо для рожки, так скажем, и развития. Пёс тоже хватает эти яблоки, хватает бананы. Крайне недоверчиво держит это в зубах, смотрит на активно уплетающего этого енота и тоже начинает есть. Больше всего волнение брошки доставляет то, что он так и не научился высоко лазить. Собаку это очень сильно расстраивает, потому что такой цепкости лап у него нет. И когда енот залазит куда-то наверх, собака, как раз, очень грустно. Сидит внизу и начинает даже подвывать. Сотрудники зоопарка не знают, считают ли себя енот собакой или собака енотом. Но ясно одно – дружба завязалась крепкая. Сейчас обоим питомцам по три месяца. Они будут жить вместе до тех пор, пока ладят друг с другом. МЧС России предупреждает. Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии. Безопасность начинается с тебя. МЧС России Она меня всегда интересовала, но казалась такой далекой. Я получал письма о ней, но все равно не знал, как влиять на нее. Теперь у меня есть личный кабинет, и я ее контролирую. Проверяйте, как формируется ваша будущая пенсия через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Узнайте, платит ли работодатель за вас страховые взносы и сколько у вас пенсионных коэффициентов. Контролируйте вашу будущую пенсию. Пенсионный фонд России Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя, как это сказать, не планируем? Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планирую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова